Александр Лукашенко рассказал в деталях о договоренностях в Санкт-Петербурге. Был недавно ваш визит в Россию. Мы слышали ваши комментарии президента Российской Федерации, затем комментарии нашего вице-премьера Симашко Владимира Ильича, а потом услышали комментарии вице-премьера Дворковича. Затем пошли всякие инсинуации в средствах массовой информации. Хотелось бы из первых уст все-таки узнать результаты этой договоренности. Это будет интересно и полезно крайне нам и тем коллективам, в которых мы работаем. По поводу всякого рода инсинуаций, особенно со стороны российских чиновников. Наверное, им не очень приятен был результат наших переговоров с Путиным. Потому что каждый видел там свои интересы, каждый хотел вот так, а получилось немножко не так, как они хотели. Я не скажу, что нам удалось добиться тех результатов и прийти к той цели, которую мы изначально для себя обозначили. Это был некий компромисс, но для нас очень выгодный. Вопрос откуда возник? Я уже говорил об этом. Цена газа природного не котируется же на международных рынках, как, допустим, нефть. Падает цена на нефть, падает цена на природный газ. И если по той формуле, по которой мы работали с россиянами, то мы должны платить где-то были, ну, 95, ну, до 100 долларов, к примеру, за тысячу кубометров газа. Ну, они посмотрели, посмотрели по сторонам. Ну, как за тысячу кубов, там, 100 долларов. Ну, 130, которые мы платим сейчас, там, с копейками, это и так такой цены в мире нет. Это действительно правда. Но правда ведь и в том, что мы в союзном государстве, у нас один рынок, и мы должны иметь равные условия для людей, для субъектов хозяйствования. Если я ему, говорю, не готовы на таких условиях работать, ну, вы скажите. Вы скажите, я же, говорю, не могу тебя заставить продать мне во имя твоего желания твой товар. Я уже буду думать, как потом выходить из этого положения. Нет, мы не хотим, чтобы было в Беларуси хуже. Вы единственный наш союзник, мы это видим, вы наши люди, там, ну, и так далее. Я говорю, тогда давай решать. Мы хотели бы, просьба, мы хотели бы, чтобы мы контракт, который в этом году с «Газпромом» заканчивается, закончили его, как он есть. Вот 130 долларов, к примеру, есть, чтобы до конца года 130 долларов было. Я говорю, ну, такой цены нет, исходя из нашей... Я говорю, понимаю. Давайте договоримся о компенсации вот этой цены, которую мы хотим, и они хотят. Возьмем вот эту 30 долларов, откуда и взять. Он говорит, мы готовы вам за счет реэкспорта нефти дать вам 6 миллионов каждый год, вот в этом, следующем и там, в 2019 году, пока мы не модернизируем предприятие нефтепереработки окончательно, дать по 6 миллионов тонн нефти. Вы реэкспортируйте, а размер таможенной пошлины, какой он будет размер, забирайте себе. Я правительству поручил, вы посчитайте, нам это выгодно или нет. Да, это выгодно. Путин у меня спрашивает, ты знаешь, сколько это в этом году будет? Я говорю, нет, я не считал, потому что это твое предложение. Он мне сейчас открывает полмиллиарда долларов. Я говорю, ну, цифра неплохая. Плюс мы в свое время поставляли им, вопреки цена выгодна, невыгодна, миллион примерно тонн бензина, обязаны были поставлять на российский рынок, там, 95-го или какого, и мы при этом теряли 150 миллионов долларов ежегодно. Сейчас мы договорились, что мы эту тему закрываем. Мы этот бензин поставлять не будем. 500, еще 150 миллионов, 650 миллионов – это как раз потери наши от того, что они нам недопоставляли в конце прошлого года и в этом году. Нефть сократили по ставку, мы потери понесли определенные. И плюс вот эта разница в цене. То есть они уменьшили нам цену на газ за счет их нефти. Нам какая разница? Я согласился на это. И плюс цена, вот это уже задача правительства, мы оговорили этот вопрос, чтобы эта цена формировалась не в долларах, а в российских рублях. Тогда мы меньше будем подвержены или вообще не подвержены вот там колебаниям, да, курсовым риском разным и так далее. Но это, я еще раз подчеркиваю, не основная наша была тема. Мы изначально с президентом собирались обсудить безопасность и оборону наших рубежей. Сейчас очень серьезная обстановка на, грубо говоря, западном театре военных действий, как это раньше называли. И много вопросов, которые нашей обороноспособности, нашего государства, мы на совбезе Беларуси это недавно рассматривали. Всего это обсуждение, я хочу их подвинуть к тому, чтобы они все-таки оказывали нам поддержку по перевооружению белорусской армии. И при том перевооружению или за их счет, или за малую цену. Но мы не сможем за нынешнее вооружение из наших средств платить. У нас нет ни нефти, ни газа, а такие государства в основном перевооружения это их источники. Мы договорились в Совете Безопасности Беларуси, что нам надо, какие виды вооружений. И я ему об этом сказал. Правда, он сразу подскочил, говорит, а ты знаешь, сколько это стоит? Я говорю, знаю. Про самолеты Су-30. Я говорю, ну миллионов 20-25. Да. Я говорю, так надо считать, где их взять. Ну, ладно, половину я заплачу. Потому что они нам нужны сейчас, даже сейчас. Потому что старые модели Су и Миги выходят из эксплуатации, и нам надо более современные. Поэтому нам действительно вот эти вопросы очень важны, которые касаются безопасности и обороны.